Я для небольших коробов использую половинку трубочки. Трубочку разрезаю напополам под острым углом. Разметка у меня есть. Располагаю трубочку так чтобы срез смотрел от меня. Примерно полтора сантиметра делаю сгиб. Прикладываю к отметке прямо на край дна. Вот получается, что у меня должна стойка прямо выходить от этой точки. Я зафиксировала. Потом степлером прибила. Стойка располагается ровно перпендикулярно отметке, перпендикулярно дну. Степлер использую вот такой, вот мебельный. Скобы в нем 6 миллиметров длиной. Этого как раз хватает. 6 миллиметров как раз хватает для того, чтобы и трубочку зафиксировать и дно не пробить. Одно у меня 0,8 миллиметра. 0,8 сантиметра. Получается, вот так вот укладываю близко к краю и прибиваю. Сточка стоит. Нужно рассчитывать еще, видите, скобы выходят не из самого края степлера, а на примерно 0,3 сантиметра от края. Нужно тоже это учитывать, когда пробиваем. Я уже привыкла к своему степлеру и знаю, как он бьет. Поэтому я знаю, как его уже расположить. Это уже дело в практике. Вы же располагаете его, заходите на отметку получается на 3 миллиметра. Захожу, смотрите, стоечка стоит на месте. Под острым углом трубочки срезаю. Если у вас трубочка, вы хотите полностью использовать всю длину, тогда срезаете кончик. Можно вот этот срезать, который плоский, можно срезать тот, который со склейкой здесь. Если хотите две использовать трубочки двойные, то берете две, также сгибаете, срезаете наискосок и прибиваете. Для таких небольших изделий я сначала креплю одну стойку и потом уже добавляю в процессе еще по две. Я обычно на трех стойках такие изделия плету в большие коробочки. Одна стойка вполне выдержит. Он очень крепко крепит в дно, поэтому ничего у вас не выдернется. Все будет на месте. За это можете не переживать. Даже в больших коробках я могу использовать одну трубочку. Креплю одной трубочкой, потом подставляю еще по две, по три. Все отлично, прекрасно держится, тяжесть выдерживает. Вот так вот, когда прикрепим следующий ряд, у нас будет идти веревочка в три трубочки. Будем прикрывать все. Сейчас расскажу, для чего я срезаю наискосок. Смотрите, первый ряд мы плетем веревочку из трех для того, чтобы закрыть вот эти вот срезы и немножко выйти вниз на доску. Наискосок я срезаю для того, чтобы аккуратно трубочка у нас легла вдоль вот этого среза. Если она вот так вот ложится, то с другой стороны она прячет срез и здесь его не видно. Если бы мы оставили стойку не срезанную, трубочка бы укладывалась на нее и здесь бы торчал бы хвостик. Вот поэтому срезаем наискосок, укладываем трубочку вот так вот прям вдоль стойки и огибаем вот этот срез. Вот так. Потом прижимаем хорошо, чтобы первый ряд сидел плотно. Здесь формирую уголочек, здесь будет форма стоять. Как делать ровные углы у меня есть видео, ссылочку оставлю под описанием. Как раз почти на такой же корзиночке я делала углы. Вот, проплели ряд внутри. Видите, да, что ничего у нас не торчит и снаружи. Здесь небольшие вот хвостики остаются, но их не видно от среза бумаги, чуть-чуть. Когда плетем, нужно будет их немножко прижимать. Дальше второй ряд, третий, вот и в процессе вот этих вот трех рядов я подставляю еще по две стойки. Дальше третий. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...